Заканчивая свою нагорную проповедь, Спаситель заострил внимание на вечной истине. Только исполняя волю Отца, можно обрести спасительную благодать Сына. Он провозгласил, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Наше понимание этого момента расширяется, когда мы размышляем над вдохновенным пересмотром текста. Примечательно, что фраза Господа «Я никогда не знал вас», переведенная в Библии королем Яковом, была изменена в переводе Джозефа Смита на «Вы никогда не знали меня». Рассмотрим та же притчо о десяти девах. Напомню, что пять неразумных и неподготовленных дев отправились за маслом для своих ламп, услышав крик, идти встречать жениха. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и пять неразумных дев и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Смысл этой притчи для нас раскрывается с помощью другого вдохновленного пересмотра текста. Важно, что фраза «Не знаю вас», переведенная в Библии в переводе короля Якова, была разъяснена в переводе Джозефа Смита как «Не знаете меня». Фразы «Вы никогда не знали меня» и «Не знаете меня» должны побуждать каждого из нас к глубокому духовному самоанализу. Мы только лишь знаем о Спасителе или мы все больше приходим к познанию Его? И как мы приходим к познанию Господа? Эти вопросы души являются сосредоточен на Его послании. Я пылко молюсь о том, чтобы нам помогал Святой Дух, когда мы будем вместе размышлять над этой важной темой. Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца». Братья и сестры, мы приходим к познанию Отца, познавая Его возлюбленного Сына. Великая цель земной жизни заключается не в том, чтобы просто узнать о Единородном Сыне Отца, но и в том, чтобы стремиться познать Его. Вот четыре основные шага, которые помогут нам прийти к познанию Господа. Первое – проявлять веру в Него. Второе – следовать за Ним. Третье – служить Ему. И четвертое – верить Ему. Проявлять веру в Иисуса Христа. Значит, мы уповаем на Его заслуги, милость и благодать. Мы начинаем приходить к познанию Спасителя, пробуждаясь и проявляя свои духовные способности и испытывая Его учения до тех пор, пока не сможем найти место в душе для части Его слов. Когда наша вера в Господа возрастает, мы доверяем Ему и обретаем уверенность в Его силе искупить, исцелить и укрепить нас. Истинная вера, сосредоточена на Господе и всегда ведет к праведным действиям. Вера в Иисуса Христа – это первый принцип открытой нам религии, фундамент всекой праведности, основание для действия всех мыслящих существ. Поскольку действовать в соответствии с правильными принципами, провозглашенными искупителем, необходимо для обретения и проявления истинной веры, то вера без дел мертва. Мы должны быть исполнителями слова, а не слышателями только. Существует глубокая связь между услышанием слова Бога и получением духовного дара веры в Спасителя, поскольку вера от слышания, а слышание от слова Божия. Мы знакомимся с Ним и с Его голосом, изучая Его Слово, находящееся в священных писаниях, и насыщаясь им, молясь Отцу во имя Его с истинным намерением и стремясь к постоянному напарничеству Святого Духа. Для обретения дара веры в Него в нашей жизни требуется познавать и применять учение Христа. Проявление веры в Господа – необходимая подготовка к тому, чтобы следовать за Ним. Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо оба они были рыболовы. И говорит им, идите за Мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час, оставив сети, последовали за Ним. Петр и Андрей служат ярким примером в том, как они услышали Учителя и последовали за Ним. Спаситель же так наставлял вас и меня. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Взять на себя его крест означает отречься от всего безбожного и всех мирских похотей и соблюдать заповеди Господа. Господь наставляет нас, чтобы мы стали такими, как Он. Таким образом, для того, чтобы следовать за Спасителем, нам нужно подражать Ему. Мы продолжаем познавать Спасителя, стремясь с помощью силы Его искупления уподобиться Ему. Во время Своего земного служения Иисус обозначил путь, указал способ и подал совершенный пример. Правильное понимание Его личности, достоинств и качеств дает стабильную цель и четкое направление, когда мы следуем за Ним по пути преданного ученичества. Следуя за Спасителем, мы также можем получить истинное знание о том, что жизненный курс, которым мы следуем, соответствует Божьей воле. Такое знание не является непостижимой тайной и не ориентировано в первую очередь на наши мирские занятия или простые жизненные заботы. Напротив, постоянное и неуклонное совершенствование на пути заветов это и есть курс жизни, угодный Ему. Во сне Легия в книге Мормона отмечен путь, по которому нам нужно идти, и сложности, с которыми мы сталкиваемся, и духовные ресурсы, доступные нам, чтобы следовать за Спасителем и приходить к Нему. продвигаться вперед по этому тесному и узкому пути. Вот чего Он хочет от нас. Попробовать плод дерева и стать обращенными веру Господу. Вот благословения, которых Он хочет для нас. а потому Он призывает нас «Приходи, следуй за Мной». И проявления веры и следования за Иисусом Христом являются необходимой подготовкой для служения Ему. Ибо как знать человеку хозяина, которому он не служил, и который чужд ему, и далек от мыслей и помыслов сердца его? Мы приходим к более полному познанию Господа, когда служим Ему и трудимся в Его Царстве. А Он, в свою очередь, благословляет нас небесной помощью, духовными дарами и возрастающими способностями. Мы никогда не остаемся в одиночку, трудясь Его виноградники. Он провозгласил, «Ибо Я предъеду перед лицом вашим, Я буду под вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших и ангелы Мои вокруг вас». Мы приходим к познанию Спасителя, делая все, что в наших силах, чтобы идти туда, куда Он хочет, стараемся говорить то, что Он хочет, и становимся теми, кем Он хочет, чтобы мы стали. Когда мы покорно признаем нашу полную зависимость от Него, Он приумножает нашу способность служить еще более действенно. постепенно, наше желание все более полно соответствует Его желаниям, а Его цели становятся нашими целями, и мы уже не попросим того, что против воли. служение Ему требует всего нашего сердца, мощи, разума и силы. Поэтому самоотверженное служение нейтрализует эгоистичные и корыстные склонности плотского человека. Мы начинаем любить тех, кому служим. А поскольку служение людям — это служение Богу, мы начинаем глубже любить Его и наших братьев и сестер. Такая любовь есть проявление духовного дара милосердия, чистой любви Христовой. Молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа, дабы вы могли стать сынами Божьими, дабы когда Он явится, мы были как Он, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы у нас была эта надежда, дабы мы были очищены так же, как Он чист. Мы приходим к познанию Господа, когда наполняемся Его любовью. Возможно ли проявлять веру в Него, следовать за Ним, служить Ему, но не верить Ему. Я знаком с членами Церкви, которые принимают за истину учения и принципы, содержащиеся в Священных Писаниях и провозглашаемые с трибуны. Однако им трудно поверить в то, что эти евангельские истины применимы именно в их жизни, в их обстоятельствах. Кажется, они имеют веру в Спасителя, но не верят, что обещанные Господом благословения доступны им или могут действовать в их жизни. Мне также встречаются братья и сестры, которые прилежно служат в своих призваниях, но для которых восстановленное Евангелие еще не стало живым, не стало реальностью в их жизни. Мы приходим к познанию Господа, когда не просто верим в Него, но также верим Ему и Его заверениям. В Новом Завете Отец просил Спасителя исцелить Его ребенка. Иисус ответил, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час Отец Отракова скрикнулся слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я много раз размышлял над просьбой этого Отца, «Помоги моему неверию». Я задавался вопросом, простил ли этот человек в первую очередь для того, чтобы поверить в Иисуса Христа как нашего Искупителя, а также в Его целительную силу. Возможно, он уже признавал Христа как Сына Божьего, но ему, наверное, была нужна помощь, чтобы поверить в то, что целительная сила Учителя может действительно быть настолько конкретной и личной, чтобы благословить Его возлюбленного Сына. Возможно, в целом он верил во Христа, но не верил Ему в этом конкретном случае. мы часто свидетельствуем о том, что, как нам известно, есть истина, но, возможно, более подходящим вопросом для каждого из нас будет такой, верим ли мы тому, о чем знаем. Священные таинства, выполненные надлежащей властью священства, необходимы для веры Спасителя, чтобы прийти к познанию Его и, в конце концов, поверить в то, о чем мы знаем. И Малхиздеково по священству управляет Евангелем и владеет ключом Таин Царства, а именно ключом познания Бога. А потому в Таинствах Его проявляется сила Божественности. Мои возлюбленные братья и сестры, мы верим Господу и приходим к познанию Его, когда ключ познания Бога, данный священству Малхиздекову, отпирает дверь и делает возможным для каждого из нас получить в жизни силы Божественности. Мы верим Спасителю и приходим к познанию Его, когда следуем за Ним, получая и преданно почитая священные Таинства и все чаще уподобляя свои лица образу Его. Мы верим Христу и приходим к познанию Его, когда лично испытываем преображающую, исцеляющую, укрепляющую и освящающую силу Его искупления. Мы верим Учителю и приходим к познанию Его, когда сила Слова Его, укорененная в нас, начертана в наших мыслях и сердцах, а сами мы отрешаемся от всех своих грехов, дабы познать Его. верить Ему это быть уверенными, что Его щедрые благословения доступны и применимы именно в нашей жизни и в нашей семье. Мы начинаем верить Ему всей душой, когда продвигаемся вперед по пути завета, подчиняем своей воле Его воле и приспосабливаемся к Его приоритетам и срокам. Когда мы верим Ему, мы принимаем за истину Его силу и обещание. В нашей жизни появляется тогда перспектива и покой. Когда нибудь всякое колено преклонится и всякий язык будет исповедовать, что Иисус есть Христос. В тот благословенный день мы узнаем, что Он знает каждого из нас по имени. Я свидетельствую и обещаю вам, что мы не просто будем знать о Господе, но придем к познанию Его, проявляя веру в Него, следуя им за Ним, служа Ему и веря Ему. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь. ищусь. Иисус Христа, ищусь. Иисус Христа, ищусь. Продолжение следует...